здравствуйте дорогие друзья новая недельная глава пинхас новый летний месяц вы знаете я хочу сегодня рассказать просто короткую историю связано с тем что часто задают вопросы почему я молился я вот это делал почему именно так происходит почему не принята моя молитва почему тот не вылечился почему тот не заработал и так далее дело в том что вера подразумевает то что мы должны принимать вопрос точнее ответ на свои молитвы и да и нет одинаковый уровнем веры потому что мы не знаем что для нас лучше я расскажу очень такую печальную историю но очень важно в 1994 году в израиле произошла история которую все помнят нахшон ваксман ученик ешивы сел машину попутную там было четыре террориста переодетые поселенцев они его похитили весь народ это было известно всему израилю начала готовится секретная операция по освобождению нахшона и все молились очень пятницу около стены плача собрались тысячи евреев и они молились они произнесли молитву богу чтобы спасти нахшона и глава ишивы где учился нахшон он взял принес тегелимы и произнес молитву творцу и боже спаси нахшона и все молились и знаете людей была уверенность что всевышний услышит эти многочисленные молитвы и не было такая обстановка что казалось что конечно не освободят началась операция она была очень тяжелая при освобождении убит был нахшон убит был руководитель бригада которая освобождала тяжелые результаты все четыре террориста были убилки но нам это для нашего рассказа не интересно поздно ночью рожьи шива где ушелся нахшон узнал что произошло решил поехать к родителям сиди на шабата поддержать их посидеть с ними он пришел после часа ночи был поражен увидев что в доме где у людей была вера которая не знала границ в доме все было достаточно спокойно старались не плакать чтобы не нарушить субботу рожьи шива просидел с отцом нахшона очень долго и провожая его отец так что она говорит ему я знаю что конечно придут много людей со всего израиля провожать моего сына в последний путь я вас прошу произнести спят прощальную речь упоминальную и в этой когда он же подвел его к дверям он говорит сказано в святых книгах что душа покойника присутствует на своих похоронах я прошу раввина когда мой сын во время похорон задаст вам вопрос ответьте на него раввин подумал что несчастный отец лишился разума но тот объяснил он говорит незадолго до этого тысячи людей собрались у стены плача и они со слезами просили отца небесного спасти нахшоном отец помоги нам так вот на этих похоронах нахшон спросит вас куда пропали эти молитвы все обращались молитвы к отцу небесного почему просьбы остались без ответа я скажу вам что вы должны ответить и если вас просят куда пропали молитвы к всевышним ответьте следующее у детей имеется много просьб своим родителям родители любят заботятся они говорят там возьми это это тебе дома вот это получишь завтра но у любящего отца имеется другой ответ нет надо понять что даже когда отец говорит нет это связано с тем что он любит своего сына больше чем сказал бы да дело в том что постоянный ответ да не освидетельствует о настоящей любви то время как люди в слезах просили плакали умоляли наш это спроси ночью на ответ был на ответ был этот нет и тот кто верит и знаешь что нас небесный отец заботиться о нас намного больше чем мы понимаем то принимает все происходящее с любовью. Так и у нас иногда происходит мы иногда что-то просим и это не получается потому что он знает лучше мы иногда тут просим и не получаем потому что он знает это лучше и И вот нам тут в этот момент очень важно понять, что он знает лучше. И вот тогда все меняется. Да, Бог слышит все наши молитвы, но иногда ответа его нет. Но это не... ведь любящий отец не каждый раз говорит сыну нет. Поэтому принимая нет, надо понимать, что мы очень много получаем да. Он дал нам возможность разговаривать, ходить, жить и так далее. А если где-то было нет, ну, к сожалению, это нет. Это надо принимать так же правильно, как и да. Брахава Ацлахая, пусть будет больше у нас положительных решений после молитвы к небу. Брахава Ацлахава.